У меня вышло четыре книги, и первая книга, это была книга в соотворстве с Игорем Маном. Она была посвящена тому, почему люди делают новое в бизнесе, и как людей замотивировать делать новое. Но, наверное, наиболее актуальна сейчас моя вторая книга, посвященная ценообразованию. Она называется «Ценные решения», и в этой книге собраны основные инструменты маркетинга, посвященные работе с ценами. О том, как клиенты воспринимают цены, потому что очень часто предприниматели, назначая цены, которые, честно сознаюсь, берут их с потолка, не всегда считая маржу, главное, чтобы была в конечном счете какая-то прибыль, но не понимая, а как клиенты видят и ощущают эти цены, какие есть трюки и фишки с ценообразованием, почему есть минимум 25 стратегий ценообразования, и как можно поупражняться в них так, чтобы достигать максимальной прибыли. Когда я пишу книги, то я стараюсь максимально выжать в воду. Я не люблю сам в бизнес-литературе, когда длиннющие такие красивые истории и размазаны на сотни страниц, поэтому моя книга, она фактически представляет собой чек-лист. Чек-лист, в котором очень просто перечислено, что нужно делать, какие есть виды скидок. Например, в видах-свидах существует 40, и нужно понять, что какая подходит моему бизнесу, а как это понять. Провести небольшое исследование, а как его сделать, и пошаговый алгоритм, как это сделать. Или, например, есть методы исследования чувствительности к цене. Как задать вопросы клиентам так, чтобы они ответили искренне, и было понятно, исходя из этого, какую цену все-таки нам установить. Причем этот метод графический очень простой. Я поэтому всегда выступаю за то, чтобы инструменты были прикладными, и каждый предприниматель мог разобраться. А не так, что это вода о том, что цены – это важная ценовая политика, это очень важно. Моя книга – это такой набор чек-листов и пошаговых алгоритмов, посвященных ценообразованию. Мне очень хочется, чтобы каждый человек, прочитав мою книгу, задумался вообще, а почему он такие цены поставил? И как эти цены видит клиент? А, возможно, цены давно было пора поднять, потому что клиент готов платить больше, потому что он видит в этом ценности. А может быть, нам нужно, наоборот, подтянуть ценность к текущим ценам, чтобы клиенты чуть меньше торговали, чуть меньше скидок просили, опять же. Тут задача как раз задуматься, почему мы вообще такие цены назначили.